запись здравствуйте друзья с вами костян три семерки это третья часть прохождения игры цивилизация файл значит у меня слетел в общем сейф пришлось сделать все это заново ну почти все и сейчас все примерно так как на момент конца предыдущей серии вот и я начиная отсюда запись как видите ганди нам предлагает открыть границы сейчас я вот уберу вот эту панель задач еще раз у нас подключить теперь мы можем заниматься дипломатией панель задач нам это дело разрешила сейчас я проверю звук еще раз ну у меня вроде показывает есть звук и у меня во-первых две новости одна хорошая другая слегка плохая начнем с хорошей у меня появились первые просмотры спасибо вам друзья вы начали меня смотреть уже 17 штук я только зашел на канал сегодня вижу уже 17 вчера не было ни одного напоминаю значит не зря я это снимаю значит продолжаю снимать и вторая новость не очень хорошая я отказался от своей идеи наконец окончательно отказался от идеи записывать Европу она у меня конкретно подглючивала при записи и получалась в плохом качестве так что записывать мы ее не будем а вместо нее будем снимать игрушку платформер супер мид бой кто играл тот знает что это жгучая мозголомка платформер но с экшоном ну в общем увидим сегодня я выложу уже несколько серий и цивилизации и значит супер мид боя и вы должны это все увидеть еще одна новость я закрепил наконец свой микрофон и сейчас у меня значит свободно две руки так сейчас я его ой подправлю чуть-чуть вот во-первых звук улучшился ну должен был по крайней мере во-вторых блин черт вот так что сказал что закрепил и он не начинает слетать садист так так вот и у меня теперь свободно две руки а это значит что мы можем снимать любые игры ну почти любые в зависимости от возможности моего компа а я их до конца еще и сам не знаю например я знаю что некоторые игры до тысячи десятого ну с 3д графикой там вот этим всем ну 3д он может и потянет моя видюха а вот уже какие то вроде рентгена как в снайпер элит 2 то не потянет 100% это я вам точно говорю так что такие игры мы снимать не будем по крайней мере до следующего лета у меня должен появиться новый комп вот я когда это надеюсь вот извините это глюки микрофона и как видите ганди нам предлагает открытые границы может быть я это уже сказал и мы ему их откроем но вот пока угрозы никакой нет теперь можем вести дипломатию я убрал подать задачу шикарно вот сейф у меня слетел вот видите вот я тут пока исследовал календарь но дошло примерно до того же момента как и в той предыдущей серии и на юг вот сюда вот сюда вот я дальше не пойду из вот этих вот товарищей видите вкусные места забрали в общем опять же встретились нам иракезы вот они они ну вот это вроде как меня убило когда у меня пропал сейф я был в шоке но потихонечку я его вернул все сделал сейф у меня остался только тот который был после второй части первой серии вот сейчас будем исследовать стрельбу из лука наверное сейчас мы ее исследуем куда она денется так и посмотрел свои записи очень даже неплохо получилось да неплохо и начинаем набирать обороты уже 17 просмотров не смотрите что мало он у меня только только вчера я начал заливать свои видео и уже 17 то бишь люди смотрят вот и это за это я вам очень сильно благодарен просто очень сильно так значит вместо того чтобы на убой гнать своих разведчиков вот туда тем более там уже вот море вот я там разведал вот а мы пойдем на этот раз не будем такими таким дуболомом то есть так мы пойдем так стоп это что за ерунда такая мы пойдем вот сюда на восток поскольку мы еще не знаем много городов государств надо найти их так так этой паузы вы должны были и не заметить но у меня тут значит дела были кое какие так сейчас подправлю звук свой так вот теперь продолжаем пойдем на этот раз вот в эту сторону критик у нас здесь вон сколько еще на не исследованы ничего даже вот вся пангея у нас почти раскрыта то есть вот здесь только не исследовали а континент у нас сплошной напоминают тут больше никаких нет ага у нас еще десять городов государств мы не нашли десять так и меня по прежнему начинают и начинали и начинают раздражать вот эти войны египетские в прошлой серии мы уже обработали вот это месторождение алмазов но я его сейчас попутно обработаю у меня просто слетел сейф говорю еще раз для тех кто не слышал или не понял вот пришлось это все делать заново так что там случилось у нас ничего не понимаю что такое что такое у нас там случилось ничего не понимаю так стоп ага все мрамор клетку с мрамором они обработали шикарно так сейчас обработать вот эти два месторождения алмазов доработают камень вот здесь индейцам чтобы не пугались мы дали право прохода то есть они могут ходить по их телео по нашу территорию мы по их смотрите ка уже флоренция разлака разрослась а шоу докуда лошади они первые захватят даже можно не претендовать так ну и следующий ход так ганди что тебе еще это надо я тебе и так уже право прохода а союзов хочет ну че союз с Индией это хорошо у них с экономикой все в порядке поскорные деньги ой ой простите у меня простите у меня слетели наушники сейчас я их поправлю вот такой у меня сегодня день какой то неправильно все у меня слетает так уже так так звук есть благо чтобы вот не слетели в поиске а вот сейчас смотрю у меня их 20 20 20 в районе 20 одержится и запись вроде идет нормально вчера посмотрел хорошие получились записи очень хорошие вот единственная проблема так мы ему даем ой 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 это что ж такое заглюк я ему вроде как нажал сопротивления ой зря потратил он побольше отношений с ими так сейчас мы попробуем так ну да точно подмечено ну ладно вот эти вот нас рабочие обработали наконец вот это вот место здесь вот это вот место здесь у нас был камень тут у нас алмазы уже тоже обработаны в общем у питера не слабое такое производство сейчас должно быть я так понимаю сейчас они еще обработают этот скот они его обработают и у нас общественный институт друзья в прошлой серии у нас помню был золотой век но как ну поскольку у меня слетел этот сейф придется опять его начинать так и сейчас я наверное запишу две три серии поскольку я отказался от европы будем после вот значит цивилизации так что а записывать супер мид боя выход так тихо ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй что я натворил сейчас я уберу эту панель чтобы она блин не мешалась наглая хе-хе просто я ее не закрепила она у меня может двигаться поэтому вот такие дела так и вот я уже смотрю тут река там сахар имеется болото вот здесь мы были были И вот там у нас этот чертов лагерь воров. Надо их раскурочить, уже пора. Так. Так, ну мы их отправим вот сюда вот, чтобы от греха подальше никто их не шмякнул. Вот, следующее наше исследование будет, 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 будет. Здесь мы еще в темных веках. Я помню, мы в прошлой серии уже вошли в античность, так что это будут металлоконструкции. Следующий ход. Так, и сели мне Клараса дружбу подписать, с Дарьи. А он мощнее нас, так что стоит это делать. Я не хочу, значит. Так, вот здесь тоже. Ну, шикарно. Так. Все между собой передружились. А когда же будет война? Интересно даже. Так, надо с орокезами договориться, чтобы они нас не трогали. Ну, про вино я уже сказал. Москвичи, видимо, решили выпить. Пива им мало. Надо шиковать. Это после серии было сказано, но немножко другими словами. Ага, тут вот мрамор, камень, лошади. Аж четыре штуки. У нас их будет восемь из-за бонуса. А бонус у нас, богатство Сибири, все статопедические ресурсы увеличиваются в два раза. Вот сюда, наверное, надо отправить поселенцев. Вот здесь вот у меня должен быть город. Уж слишком хорошее место. Сахар. Смотрите, сахар. Камень. Мрамор. И лошади. Здесь должны быть поселенцы. Это сто процентов. Сто процентов. Так. Вот здесь они построят, где выгон. Так. О, измените, это блин. Микрофон еще и не привык к тому, что у меня закреплен. Сейчас попробую его закрепить обратно. Сделал. Сделал. Ну ладно. Значит, цивилизацию можно поиграть и так, как Супер Минбой. Я постараюсь закрепить наконец-то его нормально, чтобы он не слетал. Так. Следующий ход. Что у нас там? Или... А, у них еще ОП есть. Вот сюда пойдут, посмотрят. Нет, тут еще и... Нет, ребята. Вот здесь вот у нас должен быть город. Вот здесь вот. Вот это, чтобы все захватить. Вот на этом вот месте где-то. Нужен город срочно. Ну, значит, через 8 ходов он у нас будет. Нет, не через 8, не через 10. Примерно пока у меня создадутся поселенцы. Пока они туда дойдут. О, силачи мира. Так, смотрим. Рейтинг игроков по военной мощи. Ооо. Так. У нас 55, у Дарья 71. Но у него, видимо, лучники, там колесницы. А у нас простые войны, ведь. Ну, сейчас мы, блин, их догоним. Куда они денутся, товарищ Персик, готовьтесь. Мы вас сейчас будем мягенько уделывать. Так. Так, рабочие готовы? Рабочие готовы. И они пойдут. Так вот делать. Так, проект для Москвы. Я уже сказал, что это будет. Это будут поселенцы даже за 5 ходов. Шикарно. Следующий ход. Дарь в античность вошел. Мы через 8 ходов тоже войдем в античность. Второй раз. У меня, говорю, встретил сейв. Уже какой раз это, повторяю, извините за флут. Если уже это надоело. Опа. Индийские поселенцы, товарищи. Он, походу, собирается еще один город основать. Ну, шикарно. Ну, вот она его территория. Все правильно. Нашел. Так. Пускай они здесь строят тоже выгон. Рамзес тоже в античность вошел. Ну, что ты будешь делать? Мы только через 7 ходов. Блин, дурачки тоже. Ай, шуфлинт. Так, ну ладно. А, что делать-то? Еще лагерь воров. А, ну вот он рядом с территорией Индии, пускай они сами с ними разбираются, и я зачитаваться не буду. Нужны они мне, как и... О, рабочие. Вот тут, судя по вот этой вот... Держитесь, ребята, отнесите ваши. Вот только не рандом. Охо, да, они их почти завалили-то, посмотрите. Ну, ладно. У нас проход через территорию есть, значит, выскочим. Каким-нибудь так. Так. Здесь овцы. Блин, хорошо он расположился. Козел такой. Что у него тут есть? Сейчас посмотрим. Камень. Камень. И скот. Не, у нас лучшая ситуация. Благо. Так. Через... Ой, е-мое. Ну, долбанное. Это... Уж извините, я вот с этой картой все время вожусь. Так, ну ладно. Здесь у нас делается вейган. Видите, тут уже все обработано. Ну, только фермы нету. И... Он там тоже делается, рудник. Здесь делается... Вейган. Да. Следующий ход. И рудник, кстати говоря, уже должен быть готов. Ага. Ага, то есть мы теперь можем приторговывать алмазиками. Ну, шикарно. Опа. Вот она территория Рамзеса. Нашел, гада. Так. Ну, я его потом спихну, куда он денется. Дели я трогать не буду, а он с Рамзесом у нас... Будут три, бля-бля-бля. Вот, в общем, фигово с ним будет. Питеру нужен сахар. Ребята, сейчас будет, я уже вижу, где он будет. Вот он, вот здесь он будет. А город наш будет. Город наш, вот здесь он будет. Вот здесь, где-нибудь. Тут вода есть, ну, прям, что шикарно. Так, что у нас тут дальше-то? А вот поселиться готова. Идти, пошел экшон. Табула какая-то серия слабенькая. Ну, вот здесь, смотрите. Опа, еще и на горе можно поставить. Но это вообще, это еще и бонус к защите. И вот это наше будет тогда. Вот это, конечно, было бы хорошо. Они только в четыре ход туда бегут. Так, товарищи, вы что тут встали, а? Число. Нет, они меня напрягают. Встают, как граница. Как будто атаковать собираются. Вот правда. Так, ну ладно, сейчас получите. У меня лучников на колесницах создаем. Так. Что вам тут еще приказать-то можно? Блин. А, вот, пускай они так делают его. Так, эти. Пускай идут вот так вот. В обход территории. О, и... Так, Мэнфис. Значка столицы нет, значит, город это уже второй. А где же у него первый, интересно? Или я что-то упустил, или у него вот так вот что-то, какой-то глюк. Опа, что вы хотите? Декларацию дружбы с тобой? Дорогой мой, мы с тобой воевать собираемся. Катись к черту. Ой, блин, они уже все в античность вошли. Ё-моё. Лететь. Вот так вот слетел. Ага, Питер растет. Шикарно. Кстати, мы сейчас построим город. Да, мы его построим. Куда ладенься. И... О, Мумбаи. Еще город. Стоп, это не наше место он занял. Так, ну-ка. Не, не наше, он только взял вот этих овец. Сахар они не успеют, наверное. Ну, сейчас мы вроде должны его перехватить, сахар. А если что, вон там еще... Нет, они предлагают поставить город рядом с варварами. Вы подумайте. Так, ну ладно, вот здесь вот сахар, надо его успеть перехватить. Лошади, мрамор. Вот здесь вот надо ставить город. Рядом с водой. Так, а эти пускай идут дальше. Что делать? Тут вот, я так понимаю, вот это еще все карта. Ага, вот. Пускай они строят выгон. Точнее, его достраивают. Так, эти тоже строят выгон. Здесь рудник готов. Шикарно. Ну и потом они переключатся тоже на второй рудник. Следующий ход. Блин. Из-за этого садевшего сейва случились, блин, такие неприятные. Такая неприятная фигня. Вот просто. Опа. Хе-хе-хе. Не понял. Персидские разведчики тут рядом. А где что-то, Персия? Там что ли? Мы же территория персцев-то еще не видели. Мы видели, что вот их они бегают тут где-то. Вот здесь они будут ставить город. Или где? Я что, такое место приметил. Вот. Мрамор наш. Это наш. Ну, что они, наверное, где-то дотянулся не успеем, но вот здесь мы его поставим. Значит, рабочие достроили у нас наконец-таки выгон, и они будут теперь... Переключайтесь на рудники. Так, следующий ход. Так. Договор об исследованиях. Открыть границы тебе? Ну, откроем. А у нас там, дорогие друзья, случилась первая война. Персия с Данией воевать собралась. Ну, это есть. Мы входим в античность, друзья, по второму кругу из-за этого долбаного слетевшего сейба. Уж какой раз повторяю. Опа, а чья территория? Интересно. Хе-хе. Это как же так-то? Тихо. А вы куда? Так, вот сюда надо город поставить в срочном порядке. Дорогу строить. Где вот... Ой. Хе-хе. Так. Вот у нас колесницы. Сейчас я их выведу. Покажу. Вот они, они родные. Хе-хе. Так. И вот здесь у нас будет рудничок. Так. Ну, все ж как-то. Следующее исследование у нас будет, но охоты у нас даже рядом нету. Вот. Обработку бронзы за четыре хода. Так. Ганди объявляет войну. Противник синие зубы Харальд. Бедного. Его завалят уже. Ё-моё, скоро. Золотой век прошёл. Так. Золотого века, конечно, будет фигово. Блин. Вот это меня совсем не напрягает. Вот это совсем напрягает. Если они сейчас завалят дача, не на следующий буду я. Ё-моё. Вот это совсем не нравится мне. Ну, значит, мы будем строить сейчас себе срочно просто армию, чтобы, блин, было чем отбиваться. На всякий-то пожарный случай. Следующий ход. Интересно, разросить они успеют, я вот думаю. Так. Пожалуйста, подождите. Это мы даже ещё в нашу эру не вошли. Смотри-ка. Вот, дальнобойная атака 7, перемещение 4 с 4, боевая мощь 4. Это наши колесницы. Сейчас ещё будут лучники, всё будет просто шикарно. Питер у нас разрастается потихонечку. Уже четвёртого уровня город, напоминаю, Москва у нас пятого. Так что сейчас у нас такой нехилый городок получается. Вот так. Мы попробуем купить ему клеточку. Вот только какую. Интересно. А, мы им купим вот. Вот. И производство тут, вот, вот, две штуки. А вот, какую-нибудь полезную. Вот, наверное, мы им озеро купим, чтобы озеро было моё. Никто его не соберёт уже. И возвращаемся на карту. Благо денег у нас аж 410 штук. 410 штук. Так, эта территория вроде данная. В общем, данная. Потому что, блин, цвет коричневый только у них. Так. Расшириться они не успели. Это очень хорошо. Надо, чтобы сахар мой был. Сахар мой был. Сахар, чтобы был мой. И вот это, конечно, будет проблемно. Но мы поставим тут город. Ладно. Значится. Сахар не мой будет, скорее всего. Не мой, потому что он первый расширится на территории с сахаром. Но вот этот сахар, вот этот, он точно будет моим. А он будет, я его сейчас прямо куплю. Смотрите. Куда он расширяться-то собрал? Скупить клетку. Нет. Эту клетку они уже захватят. Или нет? Или не захватят? Интересно, почему это так дешево? 55 маен за такую крутую, по идее, эту сетку. Ну ладно, мы сейчас вот это. Вот так себе. Не достанется вам, ребят, сахара. Будьте пить несладкий чай. Я сейчас посмотрю, сколько у нас времени запись уже идет. Так, о программе. Идет она уже 26 минут. Как видите, готовимся к эпичной войне, которая еще не наступила, но вполне может быть. Потому что, блин, мне напрягает отношение всех стран к Харальду. А его город, вот он совсем рядом. Видите? Если я не врачную захватываю, следующий буду я. Ну что, будем готовиться к войне, что делать? Сейчас я сделаю новый проект. В Новгороде проект. В Новгороде, ребята. Монумент пускай ставят. Какой юнит? А, ну. Пускай стоят. Отдыхают пока. Хотя... Нет, пускай на дежурство встают. Вот. Пускай дежурят. Вот. Мы сейчас будем готовиться к войне. Уже какой раз, говорю. И ферму вот здесь поставим. Вот. Еще и тебе граница. Да пошел ты нафиг. Я с тобой воевать собрался. Ой. Великую библиотеку создали уже. Ой, блин. Могли бы уже и создать ее. Не успели. Это интересно. Это... Кто ж такой умный? Кто это... Меня осадил, товарищ? В каком месте? Где меня? А, в Новгороде. Е-мое. Долбаные. Сейчас получите у меня. Ха-ха. И вырубили отряд. Это да. Да. Неплохие там лучники, видимо. Так, ну это вообще чья территория-то? А-а-а. Все, это ирокезы. Думаю, за один ход мы их проскочим. По крайней мере, должны быть. Должны, должны, по идее. И это, походу, их столица. Четвертого уровня у нас уже пятого. Хе-хе. Мы их обделали. Так. Три хода. Подождите. А-а-а. Ничего не понимаю. Стоп. Стоп. У меня какая-то тут непонятка случилась. Мы же обработку бронзы изучили или нет? А, нет еще. Значит, пока выбираем проекты. Проектом будет... А, наверное, какой-нибудь через света. Два отряда рабочих около ЛЗД города. Хорошо бы. Так, ну это я знаю, что дает. Увеличивает. Так. Производство присоснования дальнобольных подзрелений. Хе-хе. Интересно. Дает 100 золота после каждого использования исчезновения великого человека. Все обрабатываем гордой клеткой. О, вот это... Вот это хорошо. Мрамор у нас есть? Есть. Тоже хорошо. Камень. Будет. Куда он денется? Сейчас мы попробуем проскочить их к территорию. в один ход. Так, что там случилось у меня? А, лучники создались. Шикарно. Так. Сейчас будет обработка бронзы. Здесь вы где построите рудник. Ну это реально. К тому же... Вот. Обработка бронзы. Теперь можем мы создавать значится копейщиков. Так, что нам тут еще надо пока? Так, здесь нам надо... Слушайте, даже не знаю, что нам тут надо. В Питере. Это Питер. Четыре жителя. Да. Ну, давайте арену поставим. Пускай увеличивает настроение нам. Вот видите, у нас от редких ресурсов он. Выбрать исследование. Следующее наше исследование будет, будет, будет. Будет, будет верховая езда. Или нет? А, еще лучше обработка железа. Сейчас железо увидим на карте. Это шикарно просто будет. А если еще и на нашей территории, то вообще замечательно. Вот. Города Москва еще 20 производств. Вот это шедеврально. Мирные жители захвачены... Где? Вот здесь вот? Ничего не понимаю. Тут же никого у меня вроде не было. Или было. Блин. Отряд рабочих лишился, блин. Ну, беречье слово. О! Ребята, золото! Ой-ой-ой. Нужно еще одних поселенцев, походу, создавать. Третий город ставить. Ой, точнее, четвертый уже. Новгород вон. Скоро уже, кстати, соединимся опять-таки. Так, вот. Главное, чтобы Флоренция не успела захапывать этих вот лошадей. Сахарок-то... Вот Сахарок-то уже наш, я его... Мумбаи будут чай без сахара пить. Так. Надо сюда еще рабочих отправить. Будет потом. Юнь ждет приказа. Пускай встают на территорию Новгорода и защищают. У нас уже снимает полчаса. Друзья, до свидания. С вами был Костян Трисемерки. И это была третья часть моего летсплея по игре Civilization 5. Сейчас я прямо приступаю к съемке второй части. И скоро ее уже залью. До свидания.